Привет всем! На дворе вечер среды и это значит, что настало время узнать, чем жило студенчество Аграрного Университета на этой неделе. Меня зовут Алексей Мартынов и это программа «Студент.АУ». А мы спешим начать этот выпуск репортажем самого важного события в жизни первокурсника Аграрного. На выходных 450 ребят прошли обучение в очень необычной школе и это школа студенческого профсоюзного актива. Как прошли эти два дня, лучше всего знают сами участники этого слета, так что передаю им слово. Тема 22-й школы студенческого актива «Кругосветное путешествие». Покорять разные страны отправляются 12 отрядов. И мы, новые корреспонденты программы «Студент.АУ», совершим это путешествие вместе с ними. Ну что, ты готова? Да, поехали! Как дорога в тысячу километров начинается с первого шага, так и путешествие в страну актива Аграрного Университета начинается с веревочного курса. Он представляет собой 12 станций, все с разными, почас довольно сложными заданиями, каждая из которых направлена на сплочение коллектива. Вот так, вместе преодолевая препятствия, можно и партнера по команде узнать, и с обычаями разных стран познакомиться. Мы же путешествуем? Хочете доверять своему отряду? Тогда добро пожаловать в Мексику! 10 метров такой дороги, и вы уже стали настоящей командой! Кажется, что после такого веревочного курса сил больше нет ни на что. Но все только начинается. Самое время для официального открытия школы актива. Здесь все отряды должны и себя показать, и другие команды до руководства вуза удивить. Чтобы запомниться коллегам по школе надолго, студенты идут на многое. На этой импровизированной сцене и акробатические трюки представлены, и песни свои ребята поют, и танцевальные таланты демонстрируют. А равняются все на вожатский отряд мечта. Именно их презентация считается эталонной. И вот старт 22-й школе актива дан. Самое время для слов напутствия от ректора Аграрного университета. Обращаясь к первокурсникам, он дает очень важный совет. Просто не теряйте время. Заставляйте себя работать. Чтобы ваш мозг работал без перерыва. Заставите себя работать. Сможете сегодня самым мобилизацией заниматься. Честное слово, многие вопросы будут абсолютно по-другому вам и смотреться. Слова ректора все воспринимают всерьез и уже готовы притворять их жизнь. Помочь в этом призваны мастер-классы, где можно, кажется, научиться абсолютно всему. Тут и про то, как стать лидером расскажут, и о возможностях волонтерства поведают, и откроют секреты блогерства, социального проектирования и грантовых программ. А для тех, кому хочется не только говорить, но и действовать, есть и свои мастер-классы. Наш коллектива учит, что студент аграрного должен быть готов к любой ситуации и уметь все. Например, пользоваться туристическим снаряжением. Нелегка доля начинающего корреспондента программы студент АУ. Так что забываем страхи и покоряем новые высоты. Благо все проходит под присмотром настоящих профессионалов. Это, наверное, самый экстремальный мастер-класс. И уж точно самый запоминающийся. Останется в памяти участников школы и огонек анализ по итогам каждого дня, где все могли честно поделиться своими эмоциями и впечатлениями. Запомнятся и песни под гитару, и большие игры. Но, конечно, у каждого участника школы самый яркий момент будет свой. Из мероприятий понравился город выборов. Когда мы ходили цепочкой, держались за руки с отрядом, нам давали выбор, мы должны были один из вариантов выбрать. Но нам нужно было всем отрядам к одному решению прийти, то есть не было правильного ответа. С самого начала было ясно. Каждый сможет найти на школе актива возможность проявить себя. Кто-то блеснет способностями на гавани талантов, кто-то узнает о себе что-то новое, а кто-то даже покажет себя безусловным лидером. Но после двух дней школы актива добавилось еще одно понимание. Мы все – настоящая семья аграрного. Вот это и есть главная задача школы. По моему мнению, школа актива проводится для того, чтобы сплотить коллектив, чтобы не только мы на факультете общались между собой, чтобы разные факультеты нашего лучшего вуза России тоже общались между собой. Да, я уверен, что такая цель достигнута. Хотелось бы надеяться, что мы будем и дальше продолжать общаться, дружить даже, возможно. И я очень рада, что познакомилась с новыми людьми. Я даже не могу это описать, это буря эмоций, всплеск. Это просто вот круто одним словом. Точку 22-й школе актива поставили на официальном закрытии. Здесь было множество улыбок и радостного смеха. Наград лидерам отрядов, лучшим вожатым и организаторам искренних объятий настоящих друзей. Школа актива собрала небывало большое количество участников. А это значит, что в нашем регионе это вторая по популярности и масштабности молодежная площадка после форума «Машук». Откуда, к слову, наши студенты тоже возвращаются с большими успехами. С победителями конкурса грантовых проектов форума познакомимся в следующем сюжете. 12 студентов и аспирантов Аграрного университета получили на реализацию своих проектов грантов на несколько миллионов рублей. Основные усилия наши победители «Машука» направили на две сферы деятельности – научную и социальную. Те проекты, которые я увидела в списке победителей, меня порадовали. Я увидела, что вы зрелые, рамотные и социально ответственные люди. Знаете, иногда даже удивляет, насколько близко понимание наших, так скажем, государственных взглядов на проблемы и ваших взглядов молодежи. Это говорит о том, что мы с вами все двигаемся в нужном направлении. Раз у нас есть понимание, раз у нас есть общие задачи, мы обязательно добьемся результатов. Я верю в том, что каждый проект принесет огромную пользу. В том, что его проект принесет пользу обществу, не сомневается и студент Аграрного Олег Смолин. Сейчас он готовится провести интеллектуальную игру «Эрудит» 21 века. Участие в ней примут студенты краевых высших и средних учебных заведений. Автор проекта говорит, что на Машук ехал с четкой мотивацией и стремлением к победе. Желание и возможность выразить свою активную гражданскую позицию. Я первый Машук, когда поехал, я не реализовал свой проект и не выиграл ничего. И я подумал, зачем сидеть, почему кто-то может, а я не могу. Вот поэтому я и поехал, и защитил свой проект, и теперь буду его, надеюсь, успешно реализовывать. И последняя новость на сегодня. В администрации города Ставрополя прошла церемония вручения сертификатов обладателям именной стипендии. На ней побывала и наша съемочная группа. На материальную поддержку администрации города смело могут рассчитывать самые успешные и талантливые студенты и школьники Ставрополя. Заслуги молодежи городской совет отмечает по нескольким номинациям. В этом году студенты Аграрного университета стали лучшими по направлениям общественные лидеры и творчество. Сейчас ребята признаются, что такой способ отметить их заслуги – хорошая мотивация к дальнейшей активной жизни. Стимулирует вести активную непосредственно жизнь в университете, в городе, в крае. К тому, чтобы реализовывать себя со всех сторон. То есть не просто как человек, как девушка, а непосредственно как будущий начальник. У меня, допустим, это пример того, что я будущий менеджер и непосредственно управление, там, сбор людей, их организация – это моя непосредственно дальше профессия. Поэтому в университете и в городе сейчас я реализую себя как на начальной стадии своей будущей профессии. Вот такой яркой выдалась эта неделя. А на следующей тоже будет немало хороших новостей. Я на этом прощаюсь. И помните, поступайте правильно, поступайте в Аграрный университет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!